Остатки старого забора, полиэтиленовые мешки с бытовыми отходами, стекло, строительный мусор. Это не страшный сон защитника окружающей среды, а реальная свалка в первом проезде садового общества Завета Мичурина. Собственники участков не раз обращались в редакцию канала 16 с вопросом, кто должен нести ответственность за нелегальное складирование отходов. Стояли контейнеры, потом их убрали почему-то, и вот эта свалка образовалась. А она растет или уменьшается? Не замечали? Растет, растет. Появляется больше. Территории, предназначенные для складирования мусора, отмечены в Государственном реестре объектов размещения отходов. Если же мусор свален в непригодной для этих целей зоне площадью 50 квадратных метров и более, он будет считаться несанкционированной свалкой. Длина этой свалки составляет больше нескольких десятков метров. А если вспомнить элементарную формулу вычисления площади и умножить это число на ширину, то получится достаточно внушительная цифра. Ситуация с несанкционированными свалками приобретает новый оборот в свете прошедшей по всей стране мусорной реформы. Напомним, что теперь полномочия по обращению с ТКО переданы на региональный уровень. Изменена и схема формирования платежей за вывоз и сортировку бытовых отходов. Платить за обращение с ТКО обязаны все, кто их производит, в том числе и садоводческие товарищества. В этом году ввели и мы стали платить за вывоз мусора. Тысячи полторы, наверное, больше в этом году получилось. К сожалению, председатель садового общества Завета Мичурина отказался комментировать нам ситуацию с несанкционированной свалкой. Однако спустя несколько дней мы снова прибыли на место событий и обнаружили, что территория незаконного складирования бытовых отходов немного уменьшилась. Мусор частично вывезли, а часть его просто-напросто сгребли. Свалка стала меньше площадью, но выросла в высоту. Представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами пояснили, что за подобную несанкционированную свалку предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Уведомление о незаконном складировании отходов направлено в администрацию города и Министерство экологии и природных ресурсов региона. По закону, если собственник земельного участка в течение 30 дней не ликвидирует свалку, региональный оператор сделает это своими силами и по результатам проведенных работ обратится в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.